Добрый день дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Один из моих подписчиков, я уже не помню, кто спрашивает меня, почему же черти эти австралийцы так много пьют, постоянно у них солнце, безалаберный образ жизни, джанк-фуд и все такое прочее. Почему же они так долго живут и почему русские живут меньше? В общем-то ответ на этот вопрос и простой, и сложный, он комплексный. Я не претендую на правду в последней инстанции, потому что, да бог его знает, это надо проводить серьезные научные исследования, и я думаю, что с обеих сторон это будет достаточно неблагоприятный ресерч, достаточно сложное положение, когда ни те, ни другие, ни правительство России, ни правительство, допустим, Австралии, ни люди, которые как-то задействованы в нашей жизни, от которых наша жизнь зависит, никто из них не заинтересован в этом ответе. Но я думаю, выскажу свое, так сказать, мнение, я думаю, что, во-первых, у нас есть какие-то, наверное, природные сложности. Я бы сказал, что жизнь здесь, в Австралии, говорят, что тяжелые условия, пустыни, что много солнца, какие-то там крокодилы, насекомые, многое, что другое. Но, ребята, во-первых, там, где это все есть, людей практически нет. А там, где они появляются, они создают условия, при которых все под кондиционером, никаких насекомых, никаких там тварей и так далее. Затем, я думаю, что это немножко преувеличено или много преувеличено, потому что я видел некоторые австралийские пустыни, которые пустынями вообще не являются. Это своего рода степь. И в таких условиях у нас живут очень многие люди в России. А вот в Австралии, в Австралии единицы. Основная масса живет в городах, но это не каменные джунгли, как в России. А это в основном одноэтажная Австралия. Ну, двухэтажные дома максимум. Те большие здания, которые мы часто видим, в основном это здания, в которых живут пришлые студенты, например, на Австралии. И где живут, фактически не живут, а работают люди, то есть офисы и так далее, сити. Причем сити не обязательно Сиднея, а, допустим, сити Парамата и так далее. Ну, в других больших городах то же самое. Соответственно, жизнь легче, экология легче. Вот я родом из Астраханской области, граница Астраханской и Волгоградской области. Это Ахтубинский, Ленинский район. Ленинский уже Волгоградской области. И, ну, простой пример. Кроме того, что там всякие испытания, ракет делают. Там последний раз, по-моему, в 68-м или 69-м году был наземный ядерный взрыв. Люди видели просто, как взошло второе солнце среди бела дня. Но они думают, что на экологию это все очень хорошо влияет. Россия, в отличие от Австралии, это страна, которая пока еще что-то производит. И самое страшное, на примере Волгограда, откуда я родом, это то, что те производства, которые реально вредные, они работают и расширяются. Как бы, руководство области, руководство городов, оно радуется тому, что вот у нас есть алюминиевые заводы, металлургический комбинат, завод органического синтеза. Но это все заводы, которые очень сильные загрязнители. И они есть у нас, они есть в Китае, потому что, ну, в Китае они тоже есть, но в основном все не переводится, потому что нас не ценят, русского человека не ценят, народа России не ценят. Это расходный материал. И это отношение не столько даже внутренней власти, которая весьма, возможно, посажена какими-то внешними силами. Невозможно, а в общем-то так оно и есть. И надо просто посмотреть в историю, откуда кто пришел, и все станет ясно. И внешние силы, внешние силы исторические, ну, просто посмотрите, далеко Австралия, какие-то форты стоят, каменные ненужные, которые изначально, ну, что-то четыре пушки крупного калибра, ну, что они могут сделать? Ну, отойдет эскадра, подойдет кого-то другого конца, высадят десант, он захватит эти пушки. Какой был смысл? Смысл, страх. Кого они боялись? Русских. Твою же мать. Вроде и не такая морская держава. Страх и ненависть, они очень тесно связаны. Поэтому, да, русских не любят. Русских не любят за какое-то имперское величие, которое к русскому этносу и, собственно говоря, не очень-то и относится. И все-таки, 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 если бы не было русских, жизнь всяких французов, немцев, англичан, да и, в общем-то, австралийцев, им бы показалось менее напряженное. А напряженность они не любят. Они не любят стресса. И правильно делают, что они его не любят, потому что стресс убивает. И это еще одна причина, почему русские живут мало. Почему австралийцы живут много. Стресса нет. Участие в войне, ну, чисто номинальное. То есть, отослали куда-то войска, кто-то не вернулся. Трагедия, плохо. Во время войны подошли японцы близко. Все, все войска отозваны. Обратно на землю. А здесь тоже не особенно воюют. Ну, типа, готовятся к войне. Нога оккупанта не отступала. Экономика не разрушена. Люди не страдают. Питание нормально. Опять-таки, экология нормальная. Проблем нет. Вот потому австралийцы живут долго. А да, было участие в иракской, в афганской войне. Погибло больше граждан, чем официально. Просто потому, что они были и среди гражданских лиц, и среди специальных сил, которые в частные военные компании входили. Вот, но это были единицы. Не сравнить, допустим, с 11 тысячами погибших советских солдат во время афганского тоже инцидента. Наверное, потому что мы добрые. Потому что если бы у нас была национальная политика, национально ориентированная, то, зная потенциал тех средств, даже которые сейчас находятся на вооружении российской армии, не говоря уж о том, что это было, гробы бы только в Австралию приходили бы с сотнями. Про Америку я даже не говорю. Но, несмотря на все те обиды, которые нанесли Советскому Союзу, Советскому народу, Советскому оружию, вот эти вот наши нынешние партнеры, Россия ничего этого практически не делает. Сейчас обвиняют, что вроде как Путин, потом доказали, что вроде нет, давал вознаграждение за убитых американских солдат. Ну, ребята, АЦРУ не давало награждение маджахедам за убитых советских солдат? Такие проблемы, что тут? Я считаю, что надо как бы сесть и все это дело обсудить. И те люди, которые когда-то платили за убийство солдат бандитов, как они сейчас считают, фамилии этих людей известны, давайте их судить для начала. Вот, но этого нет, потому что нация, которую тирает плевки, но при этом знает, что ей плюнули в лицо, представители этой нации живут меньше. Это еще вам ответ на вопрос. И, кстати, погибают в войнах больше. Поэтому по совокупности факторов, да, вот такая ситуация. Но в этой же ситуации есть и плюсы. Здесь мы возвращаемся, собственно говоря, к теме нашего канала. Что вам мешает жить дольше? Вы посмотрите, у вас есть очень жесткая, очень жестокая сила, энергия, которая вас вынесет на самую стремнину, на самую поверхность, не даст утонуть и даст победить всех остальных. Ну, что вот эти вот окружающие могут? Что они в жизни вообще видели? Выросли непонятно на каком образовании и культуре? Боролись неизвестно с чем, фактически с витринными мельницами сложности у них не было. Даже в детстве у них не было, в отрочстве не было сложности в жизни. Они думают, идти в ТЭИФ или не идти в ТЭИФ. А у нас порою не работать 25 часов в сутки и при этом не учиться, не получать высшее образование, это быть на дне общества. И, соответственно, мы более закаленные, мы более сильные, мы более волевые. Хотите поменять экологию? Ну, есть, конечно, возможность побороться за свою страну. Вы, которые выбрали другой путь, собрали чемоданы, вы с такой легкостью уходите в другой мир, с которой, может быть, единицы из западного мира могут уйти. Они не выживут в России, даже при создании достаточно тепличных условий. Про всякие там Нигерии, Буркина-Фасо я даже не говорю. А мы выживем, а мы преуспеем, а мы можем это делать. А мы это делаем, и к этому я вас призываю. И тогда получается рокировка, и тогда получается, что пешка проходит в ферзи. Так что, дорогие друзья, во всех минусах всегда есть плюсы. Ищите в этом позитив, ищите мотивацию, ищите добрящий, как говорила Библия. Субтитры создавал DimaTorzok